Здравствуйте! Это программа «Спортсто» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Коротко о спортивных событиях прошедшей недели. 8 мая в Дюж поселка Искатели прошел турнир по настольному теннису и турнир по дартсу. 8 мая в Дюж Лидер завершились окружные соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин. Закончился сезон спортивных мероприятий у баскетболистов. О том, как себя показали наши спортсмены и в каких спортивных мероприятиях принимали участие, нам расскажет гость нашей программы, председатель Федерации баскетбола в Ненецком автономном округе Рочев Владимир Валерьевич. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Во-первых, хочу вас поздравить с закрытием сезона. Спасибо большое! А вот как проходил этот год? Ну, год у нас был довольно насыщенный, как и предыдущий. Получается, было достаточно много мероприятий. Во-первых, осенью мы отыграли отборочные соревнования окружные в рамках школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Среди учащихся были команды из населенных пунктов округа, таких как Хривер, Коткина приезжала команда, была команда из Неси, мальчики и девочки приезжали. После вот этих соревнований у нас были определены команды, которые потом уже в феврале месяце встретились в финале четырехшкольной баскетбольной лиги. У нас приезжала олимпийская чемпионка. Были довольно значимые гости на мероприятии. Все прошло на высоком достаточно уровне. Было шоу группы летающих баскетболистов. И по итогам вот этих соревнований была определена команда у мальчиков и у девочек, которые отправились уже защищать наш округ на финал Северо-Западного федерального округа в город Архангельск. Помимо вот этих школьных соревнований у нас осенью еще прошли кубки окружные среди и мужских команд, и женских команд. В финале у мужчины встречались Норд молодежная и Альянс. Довольно опытная команда такая, постоянно в лидерах мужского чемпионата находится. Молодежная Норд обыграла, второй год подряд завоевала кубок. Нинецкого округа по баскетболу. После этого у нас была небольшая пауза до финала четырех. После финала четырех отправились школьники в Архангельск, где в принципе довольно успешно выступили, подтвердив как бы прохлогодние свои результаты. Победителями, к сожалению, не стали, но второе место, второй год подряд на Северо-Западе, как бы это показатель определенного уровня. И получили, соответственно, путевку на суперфинал. Девушки менее удачно выступили, но я думаю, что у них все впереди. После того, как закончились соревнования Северо-Запада федерального округа, мы вернулись в Наринмар, и у нас начался чемпионат Нинецкого округа по баскетболу среди мужских команд. У нас проходил два этапа, так как команд много, мы его растягиваем в плане подготовки для юношеской команды, чтобы они не теряли игровой формы, поддерживали тонус для дальнейших выступлений. Провели групповые этапы, было 8 команд, две группы сыграли, и была определена финальная четверка, которую мы выдвинули уже на середину и конец апреля, но уже после возвращения суперфинала, на который отправились юноши. Мы, в принципе, тоже так неплохо выступили. В том году мы были, конечно, чуть повыше местом, седьмое место, а в этом году десятое. Ну, в принципе, из тысяч школьных команд России занять место в десятке как бы довольно-таки прилично, престижно. А вот что для вас именно было самое важное в этом году? Ну, продержаться на той планке, которую мы задали в том году, в принципе, потому что юноша, как бы, команда, выпускающаяся в этом году, как я считаю, довольно сильная, как бы, по меркам даже северо-западного федерального округа, дотерпеть, поскольку все-таки в этом году сфинансировано чуть похоже. У нас поменьше стало игровой практики. Ребята в этом году не ездили на сборы, не ездили на турниры, не участвовали в соревнованиях Архангельской области. Хотя вот в том году у нас были и сборы летние, были турниры в Ухте, были турниры в Котласе. То есть игровой практики было достаточно. В этом году игровой практики, так скажем, не хватало, но на том багаже, который у нас был, мы дотянули, в принципе, вышли в суперфинал, что стало, как бы, показателем уровня. Ну и вот вернувшись сюда, закончили чемпионат Ненецкого округа по баскетболу среди мужских команд. Ребята в тяжелейшей борьбе, как бы, по сумме двух встреч выиграли у команды «Альянс». Осенью кубок был с «Альянсом», и вот чемпионат получился, финал снова с командой «Альянс». Стали обладателями, победителями чемпионата округа по баскетболу среди мужских команд. Тоже второй год подряд. Получается, они выиграли два кубка за последние два сезона и два чемпионата. Ну, сейчас, как бы, можно будет говорить уже, наверное, скорее всего, о некоем спаде, потому что ребята уйдут. Все 11 класс заканчивают, основная масса. И я надеюсь, что будут дальше продолжать защищать честь нашего округа уже в командах новых, студенческих. Представлять и играть в баскетбол. А есть замена вот этим ребятам, которые уходят? Сейчас следующий возраст, который тренируется в норде более целенаправленно, под соревнования более высокого уровня, это мальчики 6 класс. То есть им, как бы, еще рановато говорить о каком-то серьезном баскетболе. Ну, года через три, даст Бог, будут давать результат. А вот можете подробно рассказать, как проходил суперфинал в школьной баскетбольной лиге? Суперфинал, отличительная черта его, это, по сути, мини-олимпиада. То есть настолько все на высоком уровне организовано, большое количество команд. Вот 16 команд юношей сильнейших, 16 команд девушек, участвующих в турнире Кэзбаскет. Помимо команд из России участвуют команды из Монголии и команды из Киргизии. В этом году впервые принимают участие. Турнир проходил с 4 апреля по 10 в городе Екатеринбурге на спортивных площадках, на студенческих спортивных площадках. Вузы довольно-таки хорошие, спортивные мощности шикарные. То есть мы играли некоторые игры в Уральском федеральном университете имени Ельцина. Там шикарный зал большой. То есть там созданы все условия для занятий баскетболом. В первой игре мы встретились с командой, в которой мы играли в прошлом году. В том году мы смогли обыграть как раз команду Монголии. В тяжелой борьбе там 2 очка выиграли в этом году. Нам не хватило силенок. Ну, может, сказался и перевод длительный. Прилетели мы поздно ночью, а с утра нам надо было уже играть. До половины мы продержались. А вторую половину мы упустили и уступили команде Монголии. На следующий день играли с командой из Пермского края. Команда тоже довольно-таки сильная. В составе команды есть человек, который трижды был чемпионом России в составе ЦСКА. По своему возрасту, по 98-му году рождения. Команда мотористая, быстрая. Тоже нас как бы хватило, скажем так, до половины, а дальше мы уплыли. И третья игра в группе была с командой из города Ржева, Олимпия. Прошлогодние бронзовые призеры суперфинала. Дважды победители Центрального федерального округа. В этой игре мы сражались до последней минуты. Чуть-чуть буквально нам не хватило времени, и с минимальным преимуществом мы уступили. Можно сказать, что в этом году немножко нам не повезло с жеребьевкой. Ну, таков спорт. Тут не выбирают, как бы. Как получилось, так и получилось. И впоследствии мы вылетели играть за 9-е, 16-е место. Сыграли с командой из Тулы. Здесь ребята немножко уже себя перебороли. Довольно уверенно выиграли. Хотя первую половину играли, можно сказать, в ноль. Но потом с помощью зонного прессинга переломили игру и довольно уверенно довели до победы. После игры с Тулы мы встретились с командой из Череповца, с которыми как раз играли в финале Северо-Западного федерального округа. В финале в Архангельске мы проиграли 8 очков. На суперфинале мы взяли реванш, тоже обыграв с разницей 8 очков. И уже встретились за 9-е место, за 9-е, 10-е места с командой из Ржева, опять же. То есть у нас получилась очень сильная группа. По разнице забитых пропущенных Ржев выскочил в нижнюю часть таблицы, а наверх пошли команды с Перского края и Монголии. И вот получается 3-е и 4-е место нашей группы, опять же, встретилось за верх в нижней части турнира таблицы. Ну и вот в упорной борьбе уступили. Ну, в принципе, заняли 10-е место, в принципе, считаю, вполне достойно. Спасибо, Владимир. С нами был гость нашей программы, председатель Федерации баскетбола в НАУ Рочев Владимир Валерьевич. А теперь о спортивных событиях, которые пройдут на следующей неделе. С 10 по 12 мая в детско-юношеском центре «Лидер» состоятся окружные соревнования по полевой стрельбе. Это была программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!